Глава пятнадцатая. Сын Континума. Пока жена ходила туда-сюда вдоль кровати методично бубня что-то себе под нос, Скоуп Рейдж мужественно притворялся спящим, далеким от нервного срыва единорогом. Но когда благоверная принялась расталкивать его с воплями «Рейджи! Рейджи!», он не выдержал и перефразировал любимое изречение малиновой пони. «Мать твою драконозебру, что?» «Рейджи! Какое давление мы вчера фиксировали на третьем инжекторе?» – сдала свой абсолютно уместный в первом часу ночи вопрос Везерглаз. Черный единорог с бело-коричневой гривой пригладил эту самую гриву так, чтобы она скрыла из поля зрения нависшую над ним супругу. Проблема была в том, что физически-то никуда исчезать не намеревалась и, сопя прямо в ухо, ждала ответа. «Вроде 0.258 ТКТ», – произнес Скоупрейдж. «ТКТ» означало распространенную единицу измерения давления газов и жидкостей, которую отдельные остряки расшифровывали как «топот копыта». Именно ее Везерглаз выбрала для документации по своему инновационному транспортному средству. У Скоупрейджа имелось отдельное, как обычно мало интересующее супругу, предложение – фиксировать еще и давление, которое Везерглаз оказывает на всех. Сейчас этот показатель зашкаливал за одна мигрень. «Два пять восемь. Это ведь на тритысячные меньше, чем в остальных инжекторах. Как это можно объяснить? Как это трактовать?» Все в пределах допустимых отклонений. Везерглаз подпрыгнул так, словно пол под ней превратился в батут. «Даже такая мелочь может завтра все испортить. Сегодня». Своей поправкой Скоупрейдж попытался намекнуть, что даже слишком волнующимся руководителям проектов нужен сон. Везерглаз замечание мужа оставила без внимания. «Тесто выпуска двигателей», – бормотала единорожка. «Самый важный момент с начала проекта. Если что-то пойдет не так, все пропадет. Я не могу этого допустить». «Ничего плохого не случится. Вот увидишь». Последовал очередной прыжок. Скоупрейдж даже свесился с кровати, дабы убедиться, что знакомый ковер и привычные лакированные доски не стали жертвами вышедшего из-под контроля трансфигурационного заклинания. «Нет, я должна перепроверить все расчеты немедленно», – заявила Везерглаз. Скоупрейдж скрипнул зубами. В переводе с Везерглазского на эквистрийский безобидные слова жены означали, что в ближайшие пару часов комната будет ярко освещена и наполнена топотом и бормотанием, периодически прерываемым возгласами различной степени эмоциональности, что Скоупрейджа категорически не устраивало. И он готов был пойти на самые крайние меры, чтобы не допустить такого развития событий. А нестандартное мышление черного единорога при необходимости выдавало такие решения, которые едва ли пришли бы в голову большинству нормальных пони. Вот и сейчас он перекатился на бок, отбросил одеяло, многозначительно пошевелил бровями и негромко проговорил. «Милая, мне кажется, есть и иные способы с пользой потратить время. Что, если мы с тобой еще раз попробуем доказать, что диагнозы всех врачей Эквестрии ошибочны? И в нашей семье могут появиться же ребята?» Что именно произошло в голове малиновой единорожки осталось загадкой, но ее прежний рабочий настрой как ветром сдуло. «Мне нужно несколько часов сна», неожиданно призналась она. «Да, время позднее. Почущу зубы и на боковую». С этими словами начальник отдела прикладной магии покинула семейную спальню. Скоупрейдж растерянно моргнул, после чего приподнял голову, чтобы увидеть стоящую на трюму свадебную фотографию. Новобрачные выглядели несоответственно радостному событию понура, и причина крылась в событиях предшествующих церемоний. В одной ночи, которую Скоупрейдж умудрился привести в обществе не той кобылки. Виновный в шестнадцатикратный непреднамеренный измене единорог, периодически обращался к единорогу на фотографии и вел с символом своей безответственности за душевные беседы. «И ведь не знаешь», сказал пони образу на куске глянца, «радоваться сейчас, что подействовало, или огорчаться, что нет». Скоупрейдж картинка молча смотрел на собрат. Скоупрейдж из плоти и крови вздохнул, натянул одеяло и силой придавил головой подушку. Вызорглас оперативно перевращивала магией и посыпала мелко нарубленной зеленью тостой, после чего аккуратно разрезала квадратные куски по диагонали, превращая в треугольные. Игры с геометрией еды заканчивались тем, что бутерброды помещались в прямоугольные пакеты из коричневой бумаги. Сходить в столовую сегодня не получится. «Не знаю, будет ли вообще время, чтобы взяться за эти бутерброды», сказала единорожка с красной гривой. Скоупрейдж, занятый фигурным выеданием манной каши вокруг изюмин, понимающий кивнул. Специалист по сооружению фениксов, закончив манипуляции с ножом, нацепила на заваричный чайник ситечко и приготовилась порадовать семью бодрящим отваром. В этот момент в прихожей, который благодаря замечательной планировке апартаментов из кухни видно не было, раздался грохот. Хозяева безошибочно определили в нем падение перекладины со всеми вешалками, вывалившихся из открытого неосторожным копытом одежного шкафа. По мнению замерзшей с чайником Везерглаз, причина у случившегося могла быть ровно одна. «Опять что-то нестабильное из хранилища притащил», — вызывающе спросила она. «Да нет, вроде бы. Потер подбородок с Коупрейдж. Я последние недели вообще только твоим проектом занят. Разве что в зимней куртке забыл какую-нибудь реликвию. И она со временем научилась разговаривать», — добавил единорог, — «уловив чей-то бубнешь в прихожей». Расслышала чужую речь и Везерглаз. «Так, мы гостей не приглашали», — постановила она, прикидывая в уме два варианта. Если гость прибыл с недобрыми намерениями, она определяла, какое заклинание обрушить на его шкуру. Если гость был знаком и просто решил заглянуть, мозги Везерглаз пытались сочинить словесную конструкцию, призванную вразумить субъекта, но не испортить отношения. Когда незваный гость появился из-за угла коридора, малиновая единорожка еще не успела завершить разработку ни одного из планов быстрого реагирования. И уже не смогла решить, какому из них давать зеленый свет. С одной стороны, юного единорога с темной серой шерстью, россыпь и бежевых веснушек на морде, белолазурной гривой и без QT марки она видела впервые. С другой, в чертах его морды было что-то очень знакомое, словно она не раз видела кого-то похожего. Собственно, этот кто-то как раз поворачивался, чтобы посмотреть, на что с таким недоумением таращится Везерглаз. Юный единорожек, на шее которого висел странный амулет, выглядящий так, словно кто-то шутки ради сплавил воедино уменьшенные копии часов разного вида, от солнечных до механических скукушкой, глубоко вздохнул, словно собираясь с мужеством. И на одном дыхании выпалило явно заранее заготовленную фразу. «Мама, папа, меня зовут Таймскейл, я ваш сын. Я прибыл из будущего, чтобы с вами срочно поговорить». Единственное, чем скоуп рейдж смог пошевелить после услышанного были глаза. Он медленно скосил их в сторону супруги, ожидая ее реакции на столь невероятное заявление. Та не заставила себя ждать, правда, объектом выбрала отнюдь невыжидающий молчавшего незваного гостя. «Очень смешно, милый», — произнесла сквозь зубы Везерглаз. «В такой день устроить мне розыгрыш». «Достойно, да». Демонстрируя всем своим видом, что тема исчерпана, и все, чтобы не произошло дальше, ее не касается, она отвернулась и принялась наполнять свою кружку чаем. В это время оттаяли челюсти скоуп рейджа. «Но это не мой розыгрыш, потому что есть ненулевая вероятность, что это мой сын». «Я знаю, сейчас в это сложно поверить», — произнес Таймскейл. В его голосе скоуп рейдж уловил нотки, которые привык слышать в голосе младшего брата. Уверенность единорога в своем родстве с неожиданным гостем неотвратимо крепла, тем более, что тут продолжал. Но через семь лет на основе древнего заклинания из библиотеки Контерлота вы разработаете устройство, позволяющее находиться в прошлом ограниченное время. «Мама, ты рассчитаешь теоретическую основу генерации временного перехода. Отец, ты соберешь функциональный прототип, которым я воспользуюсь, чтобы попасть сегодня, и назовешь его Эспандер Времени». Фарфоровый чайник, удерживаемый магическим полем, глухо стукнулся об угол стола. «Да, конечно». «Кто же еще может присвоить столь значительному проекту столь идиотское название?» — пробурчала Везерглас. «Чем фактически смыло самодовольную ухмылку с морды супруга?» «Но это очень подходящее название», — вступился за отца таймскейл. «При магическом воздействии происходит сжатие времени для одного субъекта. Потом возникает обратный процесс, отбрасывающий путешественника в его исходное время. При малом магическом заряде эффект распрямления наступает через считанные секунды. Но вам удалось применить эффект асинхронной поляризации, поэтому у меня в запасе несколько часов, чтобы изменить события сегодняшнего дня». Даже опытный специалист в области классификации и конструирования артефактов, за которым числились такие инновационные изобретения, как очки для изучения аур зачарованных предметов и не имеющий аналогов прибор, позволяющий фиксировать остаточные следы колдовских излучений, с трудом разобрался в терминологии. «И это ты в семь лет такие слова знаешь?» — впечатлился черный единорог. «Родная, тут, по-моему, никаких сомнений нет. Это чадо мы воспитывали. Никто другой не смог бы». Везерглаз оставила в покое чайник и, словно для того, чтобы придать дополнительный вес своим словам, наклонилась вперед, опишись перед ними ногами на обеденный стул. Ее желание высказаться чуть не привело к очередной травме. Копыта буквально на считанные миллиметры разминулась лежащим на скатерти остро наточенным ножом. «Ну-ка скажи мне, жеребенок, из будущего, кто правит Эквестрией в твое время?» «Принцесса Селестия», — немного удивленно ответил Таймскейл. «Скупрейш закатил глаза». «Ты, конечно, нашла, что спросить». «Наша Селия еще тысячу лет править будет». «Мама», — снова взял слово юный единорог. «Я понимаю твое недоверие. Ты еще с окончания университета продерживаешься теорией линейного времени, которая не предусматривает взаимодействия с прошлым. Но эта теория неверна. Я действительно ваш сын. Я действительно вернулся на семь лет назад во времени. Если тебе требуется доказательство...» Жеребенок пристально посмотрел на мордочку в Эзерглаз, точнее, на небольшой кусок медицинского пластыря. «Я могу рассказать, как ты получила свой шрам над глазом». «Так-так-так». Водушевленно откинулся на зацкупрейш, который так и не смог вытянуть из супруги подробностей. «Послушаем». «Ты стояла на унитазе и вешала часы. Потеряла равновесие и ударилась головой о раковину». «Именно тогда тебе пришла в голову идея, что часы надо было вешать при помощи магии». Отец будущего сына зашипел и затрясся от с трудом сдерживаемого смеха. Мать с обреченным видом потеребила челку. «Ну да», — призналась она. «Типичная я во всей красе». Внезапно взгляд бордовых глаз зацепился за пакеты с бутербродами, а разум вернулся к заботам дня сегодняшнего. «Так, мой якобы сын, позволь спросить, почему ты появился именно сейчас?» Скоупрейдж молча кивнул, поддерживая жену. Его самого интересовал этот вопрос, хотя и меньше, чем механизм временного перемещения. И состояние стейловиджа через семь лет. Юный Эдин Рок сперва посмотрел на бесформенный амулет, видимо, как-то отмечая по нему время до своего возвращения. Показания сюрреалистического прибора ему явно не понравилось. «Сегодня днем на испытательном полигоне произойдет авария», — сообщил он. «Причину выяснить не удастся. От двигательной установки Феникса мало что останется. Проект будет свернут, несмотря на твои возражения, мама. Возобновить его тебе не позволит. Это повредит твоей карьере, а также приведет к тому, что через семь лет вы с отцом расстанетесь. Я здесь, чтобы этого не допустить, буду вам помогать». Раздавшиеся грохот и звон заставили Скоупрейджа подпрыгнуть и резко обернуться. Впервые он видел жену в такой ярости, а ведь он злил ее с завидной регулярностью. «Об этом не может быть и речи», — ряфнула Везерглаз. Вспышка стоила семейной чете синей чашки с белым ободком, которая свалила со стола в момент, когда доктор наук что из силы шарахнула по нему копытами. Вздохнув, Скоупрейдж магии принялся собирать осколки в кучу. В это время над его ухом звучало наставление, весьма похожее на родительское. «Если ты и правда мой сын, то я не позволю тебе вмешиваться в события твоей линии времени. Любое твое действие в прошлом вызовет изменения в будущем, что недопустимо, так как придет к катастрофическим последствиям, например, твоему нерождению, что приведет к невозможности твоего путешествия назад во времени, что вызовет временной парадокс и коллапс реальности. Поэтому ты никуда из этого дома не выйдешь!» «Уже поздно, мам», — заявил Таймскейл. «Мое появление здесь уже повлияло на линию времени. Жеребенок вытянул копыта. Например, эта чашка в будущем существовала. Я пил из нее вчера вечером, так что я в любом случае повлиял на реальность, и теперь лишь хочу повлиять на нее правильно». Скопридж, высыпав остатки чашки в мусорное ведро, сделал круг по кухне, осмотрев новоявленного потомка со всех сторон. Конечно, в первую очередь внимания единорога удостоился амулет, сделавший возможным перемещение во времени материального объекта. Но и многоцветная накидка из непонятного материала удостоилась беглого, но цепкого взгляда. «У пацана неоспоримая логика», — заявил черный единорог. «И железная аргументация. Причем в возрасте, когда я в основном мячик гонял по спортплощадке. Сына!» Скопридж положил копыту на плечо Тамскейла. «Учитывая, что я хочу с тобой пообщаться, а ты жаждешь исправить ошибки нашего прошлого, я даю тебе временный допуск к сегодняшним тестам». Под двойным напором обаятельной улыбки, которую сын годами копировал, глядя на отца, сердце Везра-глаздрогнуло. «Никто не должен знать его происхождение», — предостерегла малиновая единорожка. «Иначе сейчас, либо в будущем, нас за это точно накажут». Двигательная система Феникса-2 оказалась настолько здоровой, что границы внешнего испытательного полигона вынужденно расширились, захватив часть луга, где раньше зеленела сочная травка. Теперь там все примяли и вытоптали, сделав тестовую площадку однородно пыльной. Глядя на серебристую махину, направившую в сторону далекой кромки леса конусы реактивных сопел, многие маститые инженеры с удивлением вспоминали, каким миниатюрным получился первый Феникс, пытавшийся доставить в космос прилетевший оттуда камень. Первая поделка Везерглаз оказалась некачественной по многим направлениям, расчетам, материалам, топливу, конфигурацией, поэтому летела недолго и, как показали замеры, не поднялась бы выше 5 километров. Чтобы сделать правильный Феникс, как оказалось, нужно куда больше времени и денег. Везерглаз от руководства научной отраслью все необходимое получила, но с таким скрипом, что слышали, наверное, и в Як-Якистане. И теперь, когда двигательная установка наконец-то приобрела завершенный вид, когда все трубки, емкости, регуляторы, распределители, демпферы, компенсаторы и датчики обратной связи спрятались за прочной металлической оболочкой, пришла пара пробного запуска. На земле при жестко зафиксированной конструкции доктор Везерглаз не могла рисковать еще одним крушением, поэтому, прежде чем монтировать в носовой части капсулу для экипажа и запускать свое детище вертикально вверх, она решила убедиться, что сконструированные двигатели проработают нужное время и дадут нужную тягу. Отдельные комплектующие проверку прошли, оставался лишь основной комплексный тест. По графику обслуживающий персонал допускался на площадку для последних корректировок до часу дня, поэтому дежурные во главе с падоком Уайлдом должны были увести народ за специально сооруженную бетонную гряду, где находилась 90% безопасная зона. Еще безопаснее было только внутри Стейлбриджа, так как система призрак активировала на время тестов защитное поле. И совсем безопасно в том маловероятном случае, если при неудачных испытаниях все находящееся на поверхности сметет огненный шторм, считалось находиться на цокольном этаже Нии. Обычно, не склонная к панике Везроглаз, неожиданно решила удивить всех и настояла, чтобы магическое поле вокруг Стейлбриджа усилили, а максимально возможное количество сотрудников спустилось под землю. Она обосновала свои страхи неудачным полетом первого Феникса, потому что не могла заявить о предостережениях собственного сына, прибывшего из другого времени. А таймскейла она представляла окружающим как родственника некоего влиятельного спонсора из мейнхэттенского инжитеха. Никто все равно не мог вспомнить, какие вообще у проекта спонсоры, так что объяснение прокатывало. Юный единорог большую часть времени проводил в компании отца, практиковавшего промышленный альпинизм. Скоупрейджу требовалось залезть на корпус Феникса, чтобы исследовать доступное для его глаз соединение. Таймскейл с готовностью подавал тот или иной инструмент, включая крепящийся на голове прибор с большим количеством разноцветных линз. Через него Скоупрейдж определял отсутствие магических аномалий в конструкции, попутно выведав у несдержанного на язык сыночка пару секретов о том, как он в будущем усовершенствует это изобретение. Таймскейл вообще не особо следовал совету Везерглаз, предостерегавший от распространения информации о будущем. Темно-серый единорожек объяснил это тем, что линия времени в любом случае уже изменена, так что на фоне этого глобального сдвига маленькие подробности о предстоящих событиях не играют никакой роли. А я в будущем добрый, интересовался Скоупрейдж. Просто мать задала бы тебе трепку за пренебрежение безопасностью континуума, а мне как-то все равно. Так что она бы и мне трепку сдала. Самый добрый в семье это дядя Блинкфлеер, докладывал путешественник по времени. Он мне осенью на день рождения мастерит зачарованный самокат. Хотел сделать сюрприз, но я очень неудачно зашел в его мастерскую. А ты к 35 серьезнее стал к вещам относиться. После повышения по службе в артефактной реестровой конторе я тебя почти видеть перестал. Можно выдохнуть, что у меня хотя бы работа будет, усмехнулся Скоупрейдж. Он обмотал вокруг копыта проволоку и выдернул заглушку, блокирующую вытекание жидкости из емкости с окислителем. Затем передал ее сыну, у которого в кармане многоцветные накидки уже лежало две таких. Для завершения подготовительных работ предстояло слезть с 4-метровой конструкции и пройти вдоль последнего двигателя. Спускаться пришлось по лестнице. Хотя опыты показывали отсутствие реакции топлива на магическое воздействие, Вызроглаз все равно запрещал творить в пределах полигона какие-либо заклинания. Интересно, каким я буду после сороковника? Произнес Скоупрейдж, когда ориентируясь на рассказы таймскейла, сложил в голове портрет себя постарше. Возможно, у меня получится еще раз летать в прошлое, когда тебе стукнет сорок, а мне будет двенадцать. Нет, ты давай не злоупотребляй временными перемещениями. Предостерег Скоупрейдж, вручая отпрыску ящик с инструментами. А то раздавишь где-нибудь в далеком прошлом комарика, а мы потом все со щупалецами вместо ног окажемся. Пап, ты уж какие-то глупости придумываешь, ответил же ребенок, шагая по металлическим ступенькам. Мама бы тебе сказала, что это невозможно, потому что линия событий самовосстановится и все дела. А, вот сейчас у нее и спросим, предложил глава семейства, замечая приближающуюся ярко-красную гриву, примятую серой инспекторской каской. Однако Везерглаз было не до рассуждений о постоянности времени. Она буквально накинулась на пару родственников. Половина третьего уже рейджи! Мы уже отстаем от всех графиков. В час надо было запуститься. Падо Куалт на меня рычит по этому поводу. Сколько вы еще тянуть будете с проверкой? Да нам тут осталось-то. Черный единорог кивнул на необследованную кромку обшивки. Но заболтались чуток, бывает. Когда я еще с сыном из будущего поговорить смогу? Осуждающий прищур Везерглаз не изменился ни на миллиметр. В теории он мог бы послужить не хуже гидравлического пресса. Но совесть Скоупрейджа была настолько аморфной субстанцией, что давление чужого взгляда на себя не чувствовало. Вообще, невозмутимо продолжил он, запуск лучше производить ночью. Так еще зрелищнее получится. Везерглаз повернула голову к младшему из единорогов. Вот скажи мне, дитя, чего я тянула семь лет? Почему бы нам с твоим папашей не разойтись прямо сейчас, а? Потому что тогда у нас не будет сына, нарушится континуум, которым ты так дорожишь. Нашелся с ответом Скоупрейдж. Да после жизни с тобой уже плевать на любой континуум! Отмахнулась Везерглаз. После чего ткнула копытом в сторону Феникса. Бегом, заканчивайте все проверки. График! 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 Продолжая повторить график, малиновая пони в сером халате и каске потопала в сторону ближайшего крепежного узла. В это время Скоупрейдж пригнулся, чтобы сказать. Конечно, маму злить весело. Надо бы и делом заняться. Я пройдусь с инструментами вдоль соединений. От избега вытащи последнюю заглушку. Таймскейл с гордым видом кинул и помчался вдоль пластин корпуса, выискивая знакомое место, где трубки от емкости с окислителем входили в бак с основным топливным реагентом. Пришлось бежать метров 30, чтобы потом елозить копытом в поисках нужной проволочки с ярко-оранжевой биркой. В момент, когда молодой единорог был всецело поглощен поисками нужной детали, он почувствовал, что находится в чьей-то тени. Борый земнопоний с грязно-серой гривой ухватил его за край эластичной накидки и оттащил от феникса. Ты еще кто такой и что тут лазаешь? Земнопоний не стал играть в доброго дядю и поднял левую ногу. Из-под одежды выснулась батарея стволов пневматических ружей. Я тебя раньше тут не видел. — Признавайся, что хотел испортить! Несмотря на то, что, судя по тону, отвечать на вопросы следовало незамедлительно и с максимальной искренностью, Таймскейл с интересом разглядывал арсенал пони с нашивками охранника на затасканной куртке. Да и сама куртка молодому единорогу что-то говорила. — Вы ведь пада Куайлд! — чуть ли не радостно произнес жеребенок. — Герой одной из книг Адерин Ду? — Той, что про плиту Шатахбиши? — Что? — навострил уши бурой земнопони. Он одним движением толкнул Таймскейла к боку Феникса и прижал его левым предплечем. — Откуда ты знаешь про транспортировку плиты? Это информация с ограничным доступом. — Я... я в книжке прочитал. — Неверный ответ! — произнес падок Уайлд. Из закрепленных на правой ноге пневматических ножен, с сухим щелчком выдвинулся остро заточенный клинок. — Ой, да! — зажмулился Таймскейл. — Книгу же только через четыре месяца издадут. — Уайлд, какого сена! — раздался голос Коупрейджа. Наплевав на все правила, черный единорог окутал передни ноги земнопони магии и заставил того сделать пару шагов в сторону на задних. — Я саботажника поймал! — протестовал начальник службы безопасности. — Ты приступ идиоти очередной поймал! — заявил Скоупрейдж, ослабляя магический хват. Пус еще подошел и обнял юного единорога. — Ты что, не видишь у него бейдж с допуском? Он слегка остранился и скосил глаза. — Кстати, Таймскейл, а где твой бейдж с допуском? — Э... а он... а он где-то отстегнулся, когда мы наверху лазили. — смутно припомнил жеребенок. — Ой, ладно. Качнул головой Скоупрейдж. Пойдем лучше к Везергласс. Потому что если мы тут еще время потеряем, то она нам устроит такое, что этому психу последовал кивок в сторону хмурящегося Уалда и не снилось. Начальник службы безопасности поддержал стремление единорогов убраться с пусковой площадки, добавив к нему пару замечаний личного характера. Сам же размышляя о подозрительном сходстве Скоупрейджа и молодого единорога, почесал голову стволом пневмопушки. Но в итоге, как и в большинстве случаев, его размышления быстро сошли на нет, уступив необходимости исполнения служебных обязанностей. Падок Уэлд галопом промчался мимо двигательной установки, убедился, что последние техники топают к бетонным укреплениям, после чего соизволил дать добро на тестовые испытания, попутно отдав приказ накрыть низ защитным куполом. Как оказалось, не зря. К шоку всех наблюдавших за процессом с безопасного расстояния и к ужасу, едва не выбежавший из укрытия Везергласс на 16 секунде пробного запуска, когда вышедшие на режим двигатели натянули крепление, когда Феникс расчетно мог бы подняться выше облаков, испытательный полигон сотряс взрыв. Не самый сильный в истории Стелбриджа, но в одно мгновение поглотивший тестируемый аппарат и разметавший немногие останки в виде хорошо прожаренной и словно тщательно прожеванной массы. Все, что создавалось невероятными усилиями нескольких месяцев, исчезло в один миг. Как исчезли у Везергласс силы стоять на ногах. Скоупрейджу пришлось ловить супругу и в не вполне вменяемом состоянии вести домой. Таймскейл топал рядом. На его морде застыло потерянное выражение. Малина, выйдя наружку, с трудом держала двумя копытами чашку, из которой отхлебывала погладку в час. О том, чтобы использовать магию, речь пока не шла, хотя Соубанс после осмотра сообщила, что психологический шок к ночи пройдет. И добавила, что если супруг проявит какое-то участие, то, возможно, он минует быстрее. Вот только Скоупрейдж сейчас разрывался между двумя погруженными в депрессию пони, так как Таймскейл пустым взглядом уставился на амулет, отмерявший в последние минуты его пребывания в этом времени. — Этого не должно было произойти, — произнес юный единорог. — Я ведь предупредил вас. Я вмешался в ход событий. Почему это не сработало? Ну, не знал, что сказать, единственный сохранивший относительную бодрость духа член семьи. Феникс не зря считался очень сложным механизмом и очень опасным. Там столько все могло разладиться. Но мы же все проверили. Все сделали, чтобы старт прошел успешно. В доказательство своих слов Таймскейл вытащил из кармана нанизанные на проволочку заглушки. При виде трех покачивающихся перед мордой цилиндриков в его голове что-то щелкнуло, и взгляд широко раскрытых глаз молодого единорога, с сузившимися до размеров в булавочной головке зрачками, встретился с аналогичным взглядом старшего. — Четвертую заглушку ты вытащил? Осторожно, — поинтересовался Скоупридж. Таймскейл чуть не плачь, ответил. — Я? Меня Падакуэлт отвлек. Я забыл. Раздался звон, возвещавший, что еще одна чашка из и без того небогатого семейного сервиза отправилась в небытие. Оба жеребца, молодой и не очень, одинаковым резким движением повернули головы. Везерглась сидела на табурете так, что ее муж на секунду перепугался, что единорожка кинется на сына, но та лишь выпустила бушевавшую внутри эмоции с продолжительным выдохом. — Может, это и к лучшему, — почти спокойно произнесла она. Жеребцы непонимающе переглянулись. Ни у одного пока не было идей, к чему клонит малиновая единорожка. — Таймскейл, ты не виноват, — сообщила она. — Ты не мог повлиять на события. Авария сегодня и произошла бы в любом случае. Потому что это точка линии времени, с которой связано твое будущее. Отправившись в прошлое, чтобы отменить события, ты стал причиной, по которой оно произошло. Это способ реальности предотвращать парадоксы. Твое путешествие во времени создало будущее, в котором ты сможешь путешествовать во времени. А мы с твоим отцом разойдемся. Скупридж недовольно нахмурился. В целом, черный единорог одобрял концепцию, выдвинутую супругой, но полным фаталистом не был. — Эй! Он потрепал сына по щеке. — Не плачь. Это не значит, что ты ничего не изменил. Ты показал нам принцип, по которому работает время. И есть у меня одна догадка про наше грядущее расставание. — Скупридж подошел к табуретке, чтобы обнять Везерглаз. — Учитывая, насколько твоя мама переживает о сохранности континуума, она вполне могла разыграть драму, чтобы у тебя появился повод отправиться в прошлое и замкнуть петлю времени. — Да, это очень в моем стиле, — подтвердил Везерглаз. Молодой единорог моргал, пытаясь осмыслить новые для себя теории. — Одного взгляда на пару ученых-единорогов хватило, чтобы принять бездоказательные утверждения в качестве аксиомы. Что таймскейл и сделал. — Наверное, так все и будет. Через семь лет. — Может, вы сойдетесь на мой восьмой день рождения или еще раньше. Он наклонил голову, так как амулет на его шее начал интенсивно жужжать и вибрировать. Для него это послужило сигналом отойти в угол кухни и помахать копытом на прощание. Взрослые единороги с интересом и улыбкой смотрели на работу эспандера времени, который им суждено было разработать. — Мам, пап, спасибо за все, — сказал таймскейл, фигуру которого окутало белое сияние. Был очень рад вас видеть. — Особенно тебя, мама, с твоими настоящими волосами. Реакция последовала незамедлительно. Везерглаз сцепилась копытами в ярко-алую гриву. — Что? — Что в будущем случится с моими волосами? Я знать хочу! — почти закричала она. Ответом была легкая усмешка, исчезающая в сиянии фигуры. — Пап, ты из будущего прав. — Она купилась! Мелодичный смех смешался с тихим звоном, завершившим пребывание гостя из иного времени на кухне семьи ученых. Везерглаз первая моргнула достаточное количество раз, чтобы начать различать что-либо после вспышки, и незамедлительно отвесела мужу под затыльник. — Ай, за что? — возмутился пострадавший. — Ты мне сына испортил! — заявила Везерглаз. — Какого сына, ду... дамочка? Скоуп Рейдж указал на пустой угол комнаты. — Ты мне сына испортишь! — поправилась Везерглаз. — Ох, вернуться бы в тот момент прошлого, когда кобылы вели себя адекватно. Черный единорог стал собирать очередные осколки и бросил тряпку поверх растекшегося киселя. Хотя кого я обманываю? Не было такого времени в истории. С этими словами он встал на задние ноги, чтобы заглянуть на антресоль, где его ждало интересное открытие. Опа! А я и забыл, что мы две их покупали. Он показал синюю чашку с белым ободком, подруга которой разбилась минувшим утром. Надо будет поосторожнее с ней в ближайшие семь-восемь лет. Да, хоть какая-то радость в жизни. Везерглаз попыталась с заклинанием подвигать тряпку по полу, но ее состояние пока не позволило получить и десятка магических искр. Тогда в ход пошло копытом. Проект мне возродить не дадут. Потому что еще раз выкинуть столько денег и ресурсов на красиво взрывающийся транспорт дураков не найдется. Зато хоть точно знаю, что стану мамой. Вопреки диагнозам всех врачей. Кстати, подняла взгляд малиновая пони. Тайм-скейл не сказал, когда случится с ее знаменательное событие. Сказал. Скуп Рейдж протянул к себе перекидной календарь и карандаш. Календарь он пролистал до самого конца, чтобы видь месяцы этого и следующего года. День рождения у него осенью, рядом с моей днюхой. Ему исполнилось семь в то время, как мне стукнуло тридцать пять. Следовательно, карандаш, повинуясь работе мысли, описал многократно меняющую направление с загогульном. Чего-то не получается, признал Скоп Рейдж. При такой математике он уже родится через три месяца. Он изучил от копыт до холки эталонно стройную жену. Кто-то что-то напутал. Либо я неправильно расслышал. Ведь если он родится осенью, то мы должны были озаботиться его созданием. Карандаш отчитал нужное количество недель. Да, полное несовпадение. Ведь в тот момент мы даже толком не разговаривали. Из-за того случая перед свадьбой. Повинуясь мгновенному импульсу, карандаш пробил лист бумаги насквозь. Сучаровый чары! Более цивилизованного выражения своего подозрения единорог не придумал. Серая земнопония с лазурной гривой и бежевыми веснушками на мордочке едва приоткрыла дверь, как в щель пролезла морда черного жеребца с двухцветной гривой. Ты беременна! Не поздоровавшись, сообщил ученый, проделавший многочасовой путь до Мейнхэттена, чтобы задать вопрос, который к тому времени утратил последние признаки вопроса. Велдингбит отступила на пару шагов. Теперь с любого ракурса открывался вид на округлый живот кобылы, который плохо скрывал даже домашний халат. «Обычно кобылки шокируют жеребцов новостями о беременности», — заметила Пуни, когда неловкость с первых секунд прошла. «Но ты всегда и все делал вопреки традициям». Тем временем Скоупрейш, сокрушенный подтверждением своих догадок, привалился к дверному косяку и стал медленно сползать на пол. «Давай ты либо поздороваешься и зайдешь?» Велдингбит махнула копытом внутрь своей маленькой и полной признаков одинокой жизни квартирки. «Либо развернешься и уберешься отсюда». «Да, точно!» — спохватился жеребец. «День добрый, Велди!» Через минуту пара расположилась на единственном диване, явно видавшем более роскошное помещение. Скоупрейш приткнулся с краю. Велдингбит постаралась улечься с возможным для своего положения комфортом. «Кто проболтался?» — поинтересовалась она. «Я следила, чтобы мои знакомые не контактировали с твоими знакомыми. Но ты все же как-то узнал. Просто меня внезапно навестил собственный сын, перенесшийся назад во времени», — пояснил Скоупрейш. «Я сопоставил определенные даты из рассказа Таймскейла и понял, что лишь одна пони может приходиться ему матерью». Взгляд серой кобылки приобрел такое выражение, будто единорог поведал о покраске океана в лиловый цвет. Вилкой. Осознать сказанное ей удалось лишь полминуты спустя. «Ах, да, ты же до сих пор в Стейлбридже работаешь». Покачала головой Велдингбит. «Так что вообще не надо ничему удивляться». «Ты сказал, моего сына будет звать как?» «Таймскейл». Скоупрейш молча кивнул, и кобылка призадумалась. «А неплохое имя. Мне нравится. И я бы до такого не додумался». «Я бы не додумался», — ответил Скоупрейш. «Но очевидно, континууму угодно, чтобы жеребенок носил это имя. Иначе парадоксы разрушат реальность». «Ой, как все сложно у вас там в мире ученых», — вздохнула пони, специализирующаяся на прикладных инженерных задачах. После чего посмотрел на единорога с некоторым интересом. «Знаешь, а ведь ты можешь здесь поселиться, вместе со мной, чтобы стать Таймскейлу полноценным отцом». Скоупрейш тяжело вздохнул и почесал затылок. «Вот поэтому я спешно и примчался. Такая проблема. Я в будущем действительно стану отцом Таймскейлу. Но...» Единорог поводил к копытам, собираясь с духом перед следующей фразой. «Но по какой-то причине через семь лет он будет считать своей матерью Везергласс». Скоупрейш постарался придать себе как можно более невинный вид. Но уже через несколько секунд убедился, что у беременной кобылы с перепадами настроения хватит решимости и силы, чтобы вытолкать разозлившего ее единорога из квартиры. «И чтоб не тебя! Ни этой твоей карминовой всезнайки я тут не видела!» — прорычала Велдин Билд, бесповоротно захлопнув дверь за некогда любимым жеребцом.